Пошла запись, друзья. Всем привет. Мы находимся в локации, в лесу Пелдвейл. И давайте его изучать. Опять видим тропу. Посмотрим, можно ли сразу по этой тропе перейти. И тут кого-то мы видим. Кто к нам подходит? Викония, помогите. Если вы мне не поможете, они убьют меня. Как друид, конечно же, Джош. Должен был бы сказать, извините, госпожа, это не наше дело. Но как воин он не может устоять перед этой, судя по всему, эльфийкой. И говорит, успокойтесь, мы поможем вам. Но сперва расскажите нам, кто вы. Меня зовут Викония. Я не местная. Спасибо вам огромное за помощь. И что? Она действительно не местная. Она... Ага, подходят тут к нам. Отойдите, странник. Я представитель пламенного кулака. Женщина, которую вы укрываете, разыскивается за ужасное убийство. Она темный эльф. И вам должно быть ясно, что она в воплощении зла. Да, друзья, Викония Дроу. Темный эльф. Они лгут. Я не сделал ничего плохого. Что вы собираетесь с ней делать, когда она будет в ваших руках? Нет проблем, убейте ее. Что-что? Что это? Как же суд? Какое-то... Мы не можем позволить вам сделать это. Чтобы заполучить ее, вам придется иметь дело с нами, говорит Джош. Глупое решение за укрытие убийцы. Я приговориваю вас всех к смерти. И агриться на наш наемник пламенного кулака. Джош, справишься ли ты с ним один? Это не касается, наверное, нашей партии. Попробуй-ка немножко ребячества включить перед девушкой и пусть все отойдут, а ты попробуешь с ним сразиться один на один, пробросив в него рог. Вот так. И Викония тоже с ним сражается, смотрите. Он еще и кастует что-то, так это ж какой-то клирик. Сбиваем ему заклинание. Или паладин, возможно. Отступает, но Джошуа разрубает его, над счастьем. Ну и что, Викония? Посмотрите, как они стоят. Ой-ой-ой. Благодарю вас за то, что рискнули своими жизнями ради меня. Я думаю... Я знаю, о чем вы думаете. Вы видите мою темную кожу и из-за этого не верите мне. Я темная эльфийка Дроу. Но меня изгнали, и мне нужна ваша помощь. Я больше не получаю силы от паучьей богини Лот, которую вы, обитатели поверхности, так боитесь. Богиня Шар дарует мне мудрость, а она богиня поверхностей. Если вы позволите мне присоединиться к вашему отряду, я была бы вам очень благодарна. Мне больше некуда идти. Мы не судим о живых существах по цвету их кожи, так что мы и примем вас. На самом деле, да. Но на кого ее менять? Насколько я помню, Викония Клирик. Ее нужно менять на Бранван. Если что. Я обещаю, что не разочарую вас. Репутация понижается из-за того, что я на Дроу. Но у Бранван сейчас находятся, по-моему, магические какие-то предметы. Поэтому, Викония, тут такое дело. Или нет? Или да. Сначала мы тебя должны исключить из группы, а потом исключить Бранван. И потом тебя присоединить. Как-то так. Я надеюсь, Викония, ты не уйдешь сейчас, останешься здесь. Или нет. Или давайте Бранван удалим. Виконию присоединим, посмотрим ее. Кстати, сравним их. Вот так. Готово. Мы хорошо сражались вместе и сражались храбро. Если будет на то воля Темпуса, когда-нибудь я вновь выступлю на вашей стороне. И остается здесь стоять Бранван. Викония. Ночной певец. Сдай мне силу. Так. Не особо они рады, на самом деле, при соединении Виконии. Потому что у нас падает репутация. На двойку 16. Викония. Ловкость 19. Эльф. Почему эльф, если она дроу? Непонятно. Раз она дроу, у нее должны быть сопротивления магии 65. Великолепно. Инта 16. Мудрость 18. Харизма 14. Очень дохлая. Невероятно дохлая. И какой уровень-то у тебя Викония? Четвертый уровень. 18 хп. Это просто ни о чем. Сила тоже ни о чем. Но ловкость 19. Значит, ты боевой молот, булава и проща. И с прощи будешь, конечно, великолепно гасить. Но вот в ближнем бою, не знаю даже, что с тобой делать. Но я, друзья, на самом деле никогда не брал Виконию в первой части, поэтому я хочу сыграть с ней, а не через Бранвен. Значит, мы даже до этого сохранимся и попробуем аккуратно ее... Аккуратно ее... Ай, ну да, еще в чем проблема Виконии. Она нейтрально злая. Мы попробуем сейчас исключить ее из группы. Если она уйдет, то мы загрузимся и исключим ИМН, и через ИМН это сделаем. Они говорят, что благородный поступок, потому что репутация все-таки в позитивную сторону. Но не знаю, как мы будем действовать из-за присутствия Виконии в партии. Как она будет влиять на меня, на Джоша. Давайте или... Ну, нам просто нужно убранным забрать вещи. Посмотрим. Изменяем группу. Удаляем Виконию. Готово. Вы были очень добры ко мне в этом странном и светлом мире. Но, возможно, вы правы. Дроу не должны знаться с другими расами. Берегите себя, хорошо? А можно теперь в тебя присоединить? Да, 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 да. Да, можно ли присоединить? Опять репутация понижается. Хорошо. Сейчас, сейчас, друзья, нужно как-то это... Викония, я еще надеюсь, ты не обозлишься, что мы так... Тасуем колоду, но нужно это сделать Бранвен. Да, 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 Бранвен. Давай, Бранвен, так. Это снимай. Или оставите меня. Это снимай. Передавай сюда. Это вот сюда. Это сюда. Это сюда. Это уже не лезет тебе хорошо. Вот сюда. Эти сюда. Эти сюда. Эти вот сюда. Это сюда. Кольцо. Тоже. И магический щит. Тоже. Конечно, жалко Бранвен оставлять с одним молотом. Я надеюсь, здесь ничего не произойдет. Если альтернатива какая-то, которую мы можем Бранвен подогнать. Есть это, конечно же... Конечно же, это могла бы быть альтернатива. Это пластинчатый доспех, наверное, в который я одета в иконе, но... А, собственно, мы подберем сейчас для Бранвен вот это все. Бранвен, держи себе лад и держи себе щит. Вот этот шлем и меч пусть у тебя будет. У кого-то еще была проща запасная. Или мы все выкинули. И чтобы Бранвен не злилась сильно, то мы ей, наверное, что-то тоже оставим такое. Не, больше ничего мы ей не оставим. Но доспехи мы ей оставим. Шлем запасного не есть. Щит, она берет себя вот так. Меч и... Да, вот так. Бранвен. Все. Останешься здесь тусоваться. Все мы у тебя забрали. Все. Ну, нет, нельзя просто так Бранвен отпускать. Давай, Джош, передать мне еще ожерельце прекрасное. Как долю. И какой-то драгоценный камешек. Давай ей вручим. Нет, нет. Это... Нет, это так не это. Ну... Это сюда. Открывай. Открывай. Вот кольцо кожи ангела. И кольцо зеленчака. Ей тоже вручим. Это сюда. Бранвен на самом деле, друзья, здесь останется на этом месте тусоваться. И это... И никуда она не денется. Никто ее дрогать не будет. Она теперь как НПЦ. Шлемчанский. Джошу передай. Все. Бранвен. И Бранвен ты у нас уровень шестой. Проседаем на два уровня. По клирику 35 хп. Сила немножко лучше. Ловкость хуже. Телосложение лучше. Мудрость хуже, чем у Виконии. То есть Викония лучше. Он как клирик, собственно. Именно как клирик это... Ну... Бранвен, не серчай. Хочу... Хочу через Виконию поиграть. Все, Бранвен. Тсуешься тут. Мы берем Виконию. Да-да-да. Многие составили мнение о тебе. Руководствуюсь лишь твоей расой. Но я дам тебе отличную возможность проявить себя как личность. Этого вполне достаточно. Опять падает репутация. Но когда если мы выгоняем Виконию, то репутация возвращается. Ничего, Викония. Дохлая ты, конечно, капец. Но... Блин, она не может это нести-ка. Какой кошмар. Это сюда. Она не может одеть эти латы. Почему? Потому что... Потому что... Вес 50. Ну, Викония, я даже не знаю. Все для тебя. Все для тебя просто. Сейчас, друзья. Сейчас. Сюда. Этим ты можешь, конечно же, пользоваться. Чуть. А булава... Это щит забрали мы. Это Минску. Полный доспех. Викония сразу получает нереально крутой доспех. Только потому что она нести не может. Шлем одевается с рожками. Перекрашивать ли тебя? Конечно же, да. И поскольку ты у нас злая, ты у нас будешь черная такая. Черно... Черно-глубенькая такая. Клирик. Так, далее. Что мы тебе передаем? Мы тебе передаем патроны. Патроны. Спрощуй. Ты должна просто валить всех. Я не знаю, как это. И посмотрим твои колдунства. И щит тебе надо передать. Вот этот. А щит ты можешь? Тоже не можешь нести. Ну, ты даешь. Ох, что же что будет делать? Этот щит тогда отправляется сюда. Это тоже сюда. Бутылки. Давай две штуки. Одну. Но сопротивление магии у нее... Она на самом деле неплохой персонаж. Сопротивление магии для клирика более важно, чем здоровенная сила. Хотя клирика можно использовать и как боевого персонажа. Но если у него сила вкачана. Но задача клирика обеспечивать отряд целебными заклинаниями не можешь почему-то. А из-за этого? Ну, хорошо. Кива, ну, оденем. Или кому нужнее? Тебе есть? Тебе нужнее? Не можешь тоже, да? У тебя есть? Вот тебе оденем, нивелируем эффекты. У Джиши есть кольцо. Да. Клирик может быть как атакующий. Как типа файтер, милишный, так и, собственно... Если он дворф, так и эльф, который более оранжевый. Но у нас теперь меняется структура отряда. О, как-то так, блин. Да, давайте, нет, не заряжайте. 12 минут, между тем, друзья, прошло с начала серии. Тратим их на Виконию. Викония, да, да, даруй мне эту штуку, это все понятно. Тоже молот, тебе есть? Ну, нет. И теперь смотрим твое заклинание. Значит, Викония злой священник, поэтому у нее будут отличаться заклинания. Отличаться, но пока что я не вижу, чтобы они сильно отличались. Хилл, хилл, что здесь взять? Вот это брать. У нее больше заклинаний, чем он, чем у Бранвен. Брать светилища? Нет, нет, вот это берем. Молот не нужен, тебе ты не будешь умений сражаться. Песнь берем. Сайленс берем. Второе удержание или поиск ловушек, или каменную кожу, не знаю. Второй сайленс, давай. Третьего уровня у тебя еще ничего нету. Спецспособности у нее тоже нету. Так, и Викония, плоджа, наземные жители, говорит, бывают такими глупцами. Ты смотри, не подставь нашу партию 18 хп, какой позор. Сколько тебе до уровня? Достаточно много. Эльф нейтрально злой. Как у тебя тахо? Тахо 14, прощой. Количество атак 1, не особо. Не особо. Ну ничего. Ладно, Викония, попробуем с тобой поиграть. Посмотрим. Можешь нести эти 5 бутылок? Вот будешь отвечать у нас за... За... Из-за медицинское обслуживание, так сказать, нашей группы. Хорошо. 3 бутылки и мэн себе. Че Викония еще может делать? Лор должен быть у нее неплохой. И она, возможно, может что-то опознавать. Но нет. Эти жезлы теперь нужно опознать все, да? Жезл страха наполняет ужасом сердца тех, кто попал в зону его действия. Паника, однако, охвативает не всех, ибо сильные духом способны сопротивляться его магии. Как и все жезлы, жезл страха можно использовать ограниченное число 1. Ну, короче, это заклинание... Заклинание, собственно, страха. И Викония великолепно и может им пользоваться. Далее. Боевой молот плюс 1. Ты можешь пользоваться боевым молотом, Викония? Конечно же можешь. Пайл, получаешь сразу вместо своей булавы. Дурацкой великолепный боевой молот плюс 1. Если понадобится тебя в миле, не дай бог, отправлять. Но с таким классом брони еще щит тебе хороший, и все будет великолепно. Средний щит плюс 1. Такой мы уже видели, и второй опознать не можем. Судя по всему, точно такой же. Все. Играем через, теперь, через ранжевого клирика. Все, 15 минут это у нас заняло, друзья, но мы должны были это сделать. Проходим, видим группу стрелков, сразу летят в нас куча стрел. Элита черного кухня, разбойник, дикая собака и разбойник. Викония сразу же туда стреляет, проявляет себя страхом. И один ахер заклинаний еще туда бросает. Джош, что ты будешь делать? Нужно вылить, но она сильно пробивает. Джоша, пытаемся... Да, все они под влиянием страха. Викония орет очень сильно. Что ты там, Викония орешь-то? Но попадает, тем не менее, свои прыщи. Да сражайтесь же, блин. Джош. Видите, просили мы по классу брони. Элитного вырубаем. Первым делом элитного. Нужно будет наведаться в Берегост и забрать доспех себе второй. Господи, как орет Викония похлеще Минска. Я, кстати, не помню, как Минск и Динахейр относятся к Иконе. Но ничего, я думаю, в скором времени об этом узнаем. Будут они ругаться или нет. Получаем пластинчатый. Его можно было бы передать на самом деле Бранвен. Ну ладно. Это сейчас не горит. Этот скальп сюда. Каким он у тебя по стрелам? Да, нормально еще, вполне. Что это? Длинный лук? Не знаю, это не нужно лутать абсолютно. Здесь какие-то остатки караванов, друзья, видим. Так, эти мечи. Да, давай, складываем их все-таки, продадим потом. Сильно пробили, Джоша Викония, давай. Давай, давай, начинай кастовать хилы, посмотрим. Ты будешь более у нас, более у нас именно клирик, чем, чем боец. И будешь именно клирические действия приносить. Тай Бранвен, когда я на самом деле с силой 13 пускал в ближний бой, она не особо, не особо там и отличалась. Мягко говоря. Кто тут у нас? Охотник. Ну что, поговорим с охотником. Значит, городские. Так, что же во имя Латандера вы делаете так далеко от дома? Мы искатели приключений. Так, вы искатели приключений? Был у меня дядя, который считал себя кем-то вроде героя. У него был и меч, и щит, да и все остальное. А потом он нарвался и помер, ясно? Пошел со своими дружками убивать какие-то чудища. Но ничего у них не получилось. Я так думаю, что эта тварюга признала приближение моего дяди и устроила ему и его дружкам форменную западню. Как бы то ни было, а по пути к логову чудища они забрели в глухомань. Там все и произошло. Хруст резкий. Это чудище как выскочило, ну и отрывать охотничкам руки до ноги. Когда мой папаня нашел своего братца, от него не осталось ничего. Ну если не считать большой кучей гнилого мяса. Это была самая никудашняя история из всех, которые мне довелось слышать. Проваливай отсюда, дружище. О, не обязательно так грубить. Какой-то нервный Джош в последнее время. Да, мы с тобой пережили многое, но... Но ничего. Прогулка по лесу, по Пляудвейлу должна тебя успокоить. Тем более, Викония строит тебе глазки. И на своем этом... Дроузском заряжает какие-то слова, которые Джош не понимает, но... Эта экзотичность очень возбуждает Джоша. Вот так. Продолжаем продвижение. Полезу и открываем карту. Друзья. Что такое? Бойцовая собака и паукан. Паукан. Понятно. Ну что, что поделаешь? Удерживать ли их или нет? Да нет, мы так справимся. Динохер может пробросить по паукану, а остальные сами знать, что делать. Пауканский готов. Острозубый лес. Надпись на указателе. Ну, то, что зубки нам тут показывают, мы уже видели. Особенно элита. Элита когтя. Как мы проходим карту? Вот так вот так или пойти сразу вниз и потом... Не знаю даже. Какие-то озера. Острозубый лес. Ух, ну Викония, конечно, за ней следить придется, друзья. Очень она дохлая. Тезлосложение. Девять ни о чем. Опять элита черного когтя и гигантский паук на этот раз. Что Джош? В кого он стреляет? Элита черного когтя под Джошу стреляет. И попадет, конечно же. Давай, Викония, удержи его просто. Кивон, прикрой командира, Джош. Что делать? Ничего ты тут не сделаешь на самом деле. Рока у тебя нету и заклинания ты не успеешь прочитать. Нужно влетать на него. Много пауканов, друзья. Пауканов нужно пытаться вырубить, но вот это заклинание на них не подействует. Оно подействует только на элиту эту. Но мы что можем сюда засандалить уже фаербол на самом деле. Джош, держать позицию. Минск, держать позицию. Отлично. Джош, приготовься. Сейчас тебя, возможно, могут отравить. Фаербол просто ваншотает. Там все остается. Один паукан. Сена паукана. Джош немножко промансит. Да, Джош, повелитель природы. Агрит на себя паукана. И все остальные расстреливают его. Но Динохер волнуется. Она кричит, командир, аккуратно. Он может отравить вас. Джош, говорит, спокойно, Динохер. Я знаю, что делаю. Гигантский паук достаточно плотный, друзья. Но у него не удается... Не удается ему нас поразить. Так, что тут еще? Опять стрелы. Это все передаем сюда. Пластинчатые сюда. Скальпуем к Минску. Это ты не можешь опознать. А вот ледяные стрелы плюс один вполне себе. Ух, как мне нравится на самом деле играть в Baldur's Gate. Вы даже не представляете. Я такой кайф получаю. И вот это Олоджа. То, что на своем языке дроу заряжает Наунатхач. Это, ну, непонятно, что она говорит на самом деле. Обитатели Земли не особо знакомы с языком дроу. Темных эльфов. Мы только, друзья, пока что одного видели. Вот Викония вторая. Мы встречались с Дзиртом этим Дуодреном. Интересно, что было бы, если бы мы встретились с ним, когда уже Викония была бы у нас в отряде. Ну, а Минск говорит там про геройство. Ну, группа... Группа на самом деле сейчас довольно достаточно, насколько я могу судить. По их речам, нашими действиями, никаких проблем не должно возникать. Острозубый лес. Нужно быть все равно на чеку. Ушки на макушке. Потому что пауки гигантские. И элита, если пошла, значит, или автолевенинг сработал, или... Или да, все-таки пятая глава... Это это... Киван, не отставай. Киван почему-то держится на отдалении. Хотя на самом деле... Кто здесь у нас? Очередная элита. Пещерный медведь. Злой. Злой брат Михаила Потапыча и Павла Валерьяновича. Элита сейчас опять будет пробивать поджошу, да? Ох, шо ж делать с этой элитой-то? Вырубать его нужно на самом деле. Сразу. Тут еще Хоп Гоблин. Но элиту надо вырубать, друзья. Зикония пока что не может использовать заклинания свои. Фокус на элитном. Минск, пожалуйста, переключись на здоровенный свой меч и сражайся. Жиш, немножко мансов и завяжи элитного. Да есть, жиш. Минск, на медведя. Медведь этот опасен. Попробуй, конечно, эмпатию использовать. Не, не получается. Этих пещерных медведей нельзя. Нельзя эмпатией... И он плотный, смотрите. И там, может, у них тоже левелинг какой-то есть. А, гибридинг еще остался. Наши герои толпятся. Ну что ж, ничего удивительного. Но с элитных, смотрите, друзья, падают неплохие стрелы. Которые в будущем сможет использовать Киван. Давай, это сюда. Это сюда. Это сюда. И нам не придется их покупать. Давай-ка, Киван. 34 уже плюс 1. У тебя достреляешь обычно. И, возможно, уже будем переходить. Уже есть 2 колчана полных. У тебя хороших огненных. Вот эти топовые стрелы. Мы должны аккуратнее с ними обращаться. И мы им надо бы уже... Есть у нее эти супер дротики. И 16 тысяч у нас есть. Ой, хотелось бы какой-то магический дротик получить для... Для Динахейр. Или все-таки взять ей Прощу. Потому что... В Прощу в колчан больше этих камешков... Помещается. Наземные жители бывают глупцами. Говорит Викония. И мы видим здесь бочку. Викония, чтоб ты не расслаблялась. Эту бочку... Самец, принеси мне еды. Слушай, вот эти повадки свои дроуские. Пожалуйста. Пожалуйста. Она как знает. Она как будто действительно живой персонаж. И она знает, что я говорю сейчас о ней, как и комментирую. И очередной. Посмотрите. Это Павел Валерьянович. Этот элита черного кофта пытается нанести вред Павлу Валерьяновичу. Остановить его. Павел Валерьянович, не волнуйтесь. Я не собьюсь с пути защиты природы. Только я боюсь, что Павел Валерьянович сейчас не напал на Виконию. Потому что она ему может не понравиться. Вот это действительно. Я даже не хочу проверять. Поэтому оставим Павла Валерьяновича. Вот он идет на водопой. И очередной. Смотрите. Здесь уже наш старый друг Михаил Потап. Валерьянович, эти собаки мешают водопою медведей. Мы должны остановить это зверство. Вперед, сражаемся. Вот так. Спокойно, мишки. Тут видно целый выводок этих медведей. Но мы не будем их трогать. Потому что все-таки мы же друид. Много пластинчатых берем. Куча стрел выпадает. Капец. Просто куча стрел. Кивана ранили. Я даже не заметил. Давай как Киван ты возьмешь эти плюс один стрелы уже. Или нет. Или да нет. У тебя же крутой лук. Давай все-таки экономить. Уже на каких-то более серьезных локах будем. Может быть отдохнуть и в товаристве этих медведей. Возле озера. Или нет еще. Я думаю нет. Джош может накастовать ягод еще. Вот у него есть хилы. Залищики вода. Вот так, Джош. Бери себе ягоды и будешь кушать. Защиту от холода на самом деле можно прокастовать. И чтобы мы могли не бояться этих стрел. Здесь у нас река. Озеро. Обойдем его поверху. Поверху. Тем временем вечереет на самом деле. Это мы уже видели. Что здесь? Какая-то выжженная трава. Возможно кто-то здесь останавливался на привал. Видим очередной берег и очередную бочку. И пауки. Это замануха. Классическая замануха. Есть еще один фаербол. И просто я его туда заряжаю. Не хочу я связываться с пауками. Тадыщи. Да. Они спасброски. Гигантский спасбросок. Прочь. Смотрите. Ой-ой-ой. Ну что, Джош. Давай тогда кастуй свою вот эту штуку. А Минск приключится на лук. У Минска теперь нужно... Вот так. Моя сила природы против... Конечно, Викония должна быть против. Потому что она там... Они все эти дроу тусуются с пауками очень сильно. Там у них культ целый этих пауков. Это... Если вы читали, конечно же, сагу Адзиртия. Там... Про дроу вообще книжки Роберта Сальваторе. Друзья, там очень страшно было. Неприятно мне читать. Особенно у которого... Арахнофобия у меня дикая. Очень ненавижу пауков. Боюсь еще с детства. Тем не менее, мы практически открыли эту карту. Я думаю, в следующей серии мы... Закончим. Здесь Викония, попрощайся со всеми. Просит силы она для этого. Ей все-таки тяжело быть. Она выбралась на поверхность, а тут все... Она такая... Фу, дроу, фу. Давай, попробуй еще раз. Попрощайся со зрителями. Нет, это вопрос. Ялхалес. Ну, будем считать... Не хочет она прощаться. Ну, я надеюсь, что тусоваться с Джоши... Когда она будет тусоваться с Джоши... Она станет более людиной. И будет с вами прощаться так и... Так же, как и вся наша группа, друзья. До новых встреч.